Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован. Я вас сердечно приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим уже не первый раз о таком ценном растении, как куркума, и об ее использовании немножечко в саду и в основном для нашего здоровья. Куркума – это растение, ближайший родственник имбиря. Оно также имеет утолщенные корни, такой же примерно вид внешне имеет, как и имбирь. В общем, они являются родственниками. В отличие от имбиря, куркума имеет менее жгучий вкус, гораздо менее выраженный жгучий вкус, и обладает вот таким вот ярким желтым цветом. Это молотый корень куркумы. Куркума издревле используется в восточной, особенно индийской, кухне. Практически ни одно блюдо в Индии не обходится без этой приправы. Чем же оно так ценно? В первую очередь, оно ценно тем, что это люди исторически поняли из своего опыта, что оно обладает сильным противомикробным действием. Благодаря этому, в условиях жаркого климата, люди, используя вот эту приправу в чистом виде или в составе различных специй, карии, их очень много рецептов, этих карий, они заметили, что пища перестает портиться. Поэтому добавка куркумы способствует консервации пищи, снижению ее бактериальной и грибной порчи. Последующие изучения куркумы показали, что в ней содержится значительное количество антиоксидантов. К антиоксидантам, в первую очередь, относится куркумин. Это основное красящее вещество, входящее в состав корня куркумы. Оно относится к классу полифенолов. Это известный класс антиоксидантов, полезных для нашего здоровья. Однако не только куркумин является ценным для нашего организма. Существует целое семейство куркуминоидов, которые содержатся в куркуме. Куркумин стал очень активно изучаться. Оказалось, что на чашках Петри, условно на чашках Петри в культуре тканей, он способен побеждать раковые клетки, а также защищать клетки человека от перерождения в раковые. Прежде всего, благодаря тому, что антиоксидантный эффект защищает клетки от кислородно-радикального окисления. У нас самая главная теория нашего старения – это накопление свободных радикалов. Именно поэтому на этом фоне куркума стала очень и очень популярной. И как антисептическое средство, и как антиоксидант, который помогает бороться с формированием злокачественных клеток, а также со злокачественными новообразованиями. В этом смысле имбирь также обладает некоторой активностью, хотя он не содержит куркуминоидов, однако же некоторым антисептическим действием он также обладает. Любопытно, что следующее исследование куркумы привели к факту, что куркуминоиды, к сожалению, совершенно не всасываются. А если и всасываются, то в очень маленьком количестве. И только в присутствии жиров, жирной пищи, в кровь. Можно сказать, что львиная доля куркуминоидов проходит через желудочно-кишечный тракт транзитом. Это стало некоторым разочарованием тех, кто употребляет часто куркуму, кто считает, что это лечебное растение, что им можно вылечить или предупредить даже самое страшное заболевание. Стоит ли нам отказаться от куркумы? Потому что рецептов и использования в качестве пряности, и использования в качестве лечения, как лечебный препарат. Например, я, например, сам люблю такой рецепт, когда на пол-литра молока берется вот чайная ложечка без верха куркумы, чайная ложечка без верха имбиря, какое-то количество корицы, может быть пол чайной ложечки, доводится это молоко до кипения, остывает до теплого состояния, и этот напиток прекрасно пить и во время простуды, и когда ты замерз-перемерз, и просто вечером, потому что он обладает каким-то приятным и успокаивающим, и оздоравливающим действием. Однако же, вот как оказалось, стоит ли потреблять и стоит ли зацикливаться на потреблении куркумы вот таким специальным способом, или, возможно, оставить ее только в качестве приправы, которая придает красивый цвет тесту, красивый цвет рису, красивый цвет супам и прочим продуктам. На самом же деле, даже то, что куркума проходит транзитом через наш желудочно-кишечный тракт, нисколько не умаляет ее достоинств. Почему? Потому что она вполне в состоянии действовать в просвете кишечника. Кишечник, как и любая другая слизистая нашего организма, весьма подвержена рискам всевозможных новообразований. Кроме того, куркумин способен снижать уровень воспаления в нашем организме. И даже не столько куркумин, как компонент куркумы, а вот вся куркума вместе, то есть вся куркума в целом, вот весь молотый корень. Потому что, возможно, ученые еще до конца не знают, какие компоненты туда входят. И, возможно, не сам куркумин действует, а что-то, что одновременно содержится в корне куркумы. И мы до конца это химическое вещество еще не изучили. Так вот, обладая сильным противовоспалительным действием, хотя, как оказалось, оно и не является системным противовоспалительным действием, то есть не влияет на весь организм в целом, однако же он действует в зоне желудочно-кишечного тракта от полости рта и, так сказать, до первичного рта, если уж так говорить по-биологически, то в этом случае куркума является большим-большим помощником не только в деле предохранения продуктов питания от порчи, но и снижение уровня воспаления, а также антиоксидантная такая активность куркумы снижает риски возникновения всевозможных неприятных заболеваний. То есть, если вы беспокоитесь о своем здоровье или решили начать заботиться о своем здоровье, и вам нравится и цвет, и запах, вкус куркумы, не стоит отказываться от этого способа, несмотря даже на то, что куркума не всасывается в наш организм. Что касается использования ее в саду, то я могу сказать следующее. Мы проводим серии экспериментов, серии экспериментов по поводу того, как куркума вот с разной концентрацией, вот мы делаем спиртовую настойку, у нас есть целое видео о куркуме, и могу вам точно сказать, что куркума, настой куркумы спиртовой, который мы рекомендовали от фитофторы, он одновременно активен и против фузариоза, и против батрициоза серой гнили, и против фитофтороза, и против кладоспариоза. Он прекрасно душит вот в тех, на рекомендуемых нами концентрациях, все эти четыре опасные болезни томата. Поэтому куркума еще может нам пригодиться очень хорошо. И в саду. Что же касается, как все-таки потреблять куркуму в виде натурального порошка, приготовленного из корней, то же самое касается и имбиря, или в виде уже каких-то капсулированных экстрактов, или может быть даже извлечений активных веществ, таких как куркумин, например, в таблетках он продается, или в капсулах. В этом смысле я хочу рассказать вам короткую поучительную историю с имбирем. Имбирь долгое время считался таким продуктом, который обладает сильным антибиотическим эффектом. И вот что же оказалось? Оказалось, что эффективен не сам имбирь, а эффективны такие бактерии, которые называются актиномицеты, в частности стрептомицеты, которые живут внутри этого корня, а также снаружи. Именно они в условиях естественной среды и естественной природы синтезируют значительное количество антибиотических веществ, благодаря чему имбирь и обладает ценным лечебным действием, которое использовалось в Аюверде в различных древних медицинских практиках. В настоящее время, когда мы покупаем рафинированные продукты, будь то маринованный имбирь, например, или отмытый предзинфицированный имбирь в виде свежих корней, или какие-то порошки, которые уже прошли многочисленную обработку, сушку, термообработку и так далее, с большой долей вероятности они могут такими действиями и не обладать. Поэтому не стоит в целом, хочу сказать вам, не стоит кидаться в крайности и сразу же бросаться в потребление тех или иных продуктов, которые названы полезными. Разберитесь, спросите, почитайте об этом больше, узнайте больше для того, чтобы не потратить деньги зря и не надеяться на какие-то положительные эффекты, которых, к сожалению, не будет. На этом я прощаюсь с вами. Всего хорошего!